Центр школьного питания внимательно следит за здоровьем учеников, а также за тем, чтобы питание в образовательных учреждениях было правильным. О секретах заготовки полезных полуфабрикатов расскажет Анастасия Отто. В Мурманском центре школьного питания из овощей, мяса и рыбы производят полуфабрикаты высокой степени готовности. Чтобы продукты оставались свежими максимально долго, их помещают в вакуумную упаковку. Также в учреждении работает пекарский цех. В настоящее время центр обслуживает 50 муниципальных школ, лицеев и гимназий. И понятно, что первое это качество, второе это должно быть здоровое питание, понятно, что дети должны у нас не болеть. И сегодня по результатам практически все задачи, которые мы перед собой ставили, мы решили. Питаются школьники в соответствии с примерным 24-дневным меню, которое разрабатывается с учетом необходимых ребенку калорий и макронутриентов. Учреждение работает в тесном контакте с родительским сообществом, занимается выявлением и решением проблем качества питания. Так, согласно ежегодному мониторингу, работа школьной столовой устраивает более 80% родителей и учеников. Когда мы переходили на вот уже такую вот систему питания, какая сегодня есть, у нас были проблемы и с меню, потому что детям не хотелось есть вот эту вот здоровую, правильную пищу. А вот где у нас кока-кола? Многие в семьях привыкли вот так вот, знаете, перехватиться чем-то. Был создан специальный общественный совет у нас, куда вошли авторитетные педагоги, куда вошли представители общественности, родители. И ведь буквально в первое время мы даже меню согласовывали вот на уровне общественного совета, что вот это вот должно быть вот так. Да, хорошо, пусть так будет. Также меню соответствует принципам щадящего питания. Это значит, что повара для приготовления пищи используют варку, паровую обработку, тушение и запекание. Исключены продукты с раздражающими свойствами. Только за сутки имеем понимание того, что сколько детей нам нужно будет накормить. Это зависит от заявок тех, которые поступили в школу. Школа эту заявочку передает нам в Центр школьного питания. И тогда уже наши заведующие производством делают расчеты и поступают на производственные цеха уже заявка о потребности той или иной продукции. Будь это бакалея, например, сыр, масло, всякие крупы, рис, вермишелевая продукция или овощная продукция, сколько овощей потребуется для того, чтобы накормить детей. Мониторинг состояния здоровья мурманских детей и подростков показывает, что доля ребят, страдающих заболеваниями, связанными с организацией питания, снижается.